Здравствуйте, дорогие мои! Очень давно хотела снять именно такое видео. Это видео, что мои косметички. Раньше я хотела снять это видео, но моя косметичка, которая у меня была на определенное маленькое время, меня не устраивала, я ее меняла, меняла, и так дошло до того, что я нашла эту косметичку. Просто чисто случайно зашла в магазин, увидела и просто, ну просто вообще, ну до сих пор обожаю эту вещицу. Она такая милая, здесь еще и есть надпись, такая блестящая атласная ткань, прошита красиво квадратиками. Такой вот цветок здесь на молнии косметичка, не слишком большая, не слишком маленькая. Здесь еще есть крючочек дополнительный. В дополнение к косметичке я вам покажу, что еще у меня дополнительно стоит на моем косметическом столике. И честно вам признаюсь, все, что у меня в косметичке и все, что у меня здесь, это все, чем я крашусь. Вот я не фанат мейкапов и не профессионал в этом деле, поэтому у меня все минимально. К тому же я минималист и всего у меня просто понемногу. Если мне чего-то уже не нравится, перенравилось, я избавляюсь, сразу меняю или не меняю. Ищу именно то, что меня просто порадует на 100%. То есть суть в том, что у меня мало, ну не мало, но немного всего, поэтому я очень этим довольна. И еще одно примечание, эту косметичку я не ношу с собой каждый день. С собой и с всей косметички я ношу только блеск для губ. Дело в том, что я работаю такими вот перерывами, что я выхожу, провожу встречи и возвращаюсь домой. Или несколько встреч и возвращаюсь домой. То есть суть в том, что мне не приходится краситься несколько раз в день и вне дома. Поэтому, слава богу, мне надо эта косметичка только дома пока что. Если буду куда-то ехать, то я в эту косметичку положу все из этого стаканчика. Итак, давайте приступим к обзору. Блеск у меня такой нюдовый, нюдового оттенка. Фирма Ines, Bella Donna. Такой вот блеск. Он нежно-розоватый. Вы видите его на мне. Я беру такой вот прозрачный, линия нюдовый нейтрали, чтобы ко всему подходил. И чтобы всегда держал мои губки в увлажненности. И чтобы мои губки на протяжении дня всегда были увлажненными и ухоженными. Так, что еще у меня в косметичке? Это такой вот деревянный гребень. Самый обычный, простой. Здесь есть две половинки с большими такими расстояниями зубцы и с меньшими расстояниями зубцы. Обычный деревянный гребень. Тоналка от LR. Самый светлый тон, песочный, светло-песочный тон. Вот матирующая. Вот на нее я делала отдельный обзор уже на посылку от LR. Очень, кстати, довольна. Это именно та тоналка, которую я искала. Рекомендую. Если хотите заказать, обращайтесь. Я могу вам помочь в этом. Затем от LR у меня еще маленький такой пробный ютюбичек крема Алоэ. Очень круто подходит как база под макияж. Хорошо держит макияж. Ничего не лоснится, не жарнеет, не сушит. То есть идеальный вариант. Закажу себе в полнообъемной версии. Это вот пудра от Avon. Обычная пудра со спонжиком. И еще одна палетка. Это для оформления бровей. Воск, цвет и такая вот мини-щеточка. Две таких палеточки. Затем идеально красная помада от LR. На нее я тоже делала обзор. На самом деле шикарнейшая помада. Хорошо увлажняет губы, ухаживает. Цвет, тон, все реально люксовые. Вот реально брендовые. Поэтому советую. Если, как я уже сказала, хотите заказать или посмотреть каталог, обращаетесь ко мне. Вот. Также в этой косметичке у меня лежат пробники помад. Такая вот резиночка, спиралька. Невидимочки. Вот. Ну и ватные палочки, чтобы потереть, если что, во время того, как делаю макияж. Ну и пробники аромата. В косметичке мы все посмотрели. Давайте перейдем к стаканчику. Что там стоит? Вот такой вот чудесный стаканчик для разных вот таких вот штуковин, мелочей для мейкапа. Это мне моя подруга Олеся подарила на Новый год такую классную штуковину. Раньше у меня был розовый такой стаканчик, но он был повыше. И мне не совсем было удобно брать небольшие кисти. Вот, к примеру, такие вот карандашки. То есть, в принципе, эта высота идеальная просто. Идеально мне подходит. Итак, что же здесь стоит? Такая вот расческа для пробора. Вот. Очень простая, пластиковая. После пользования помыл, посушил или протер и все. Идеальная вещица. Затем щипцы для завивки ресниц. Очень классная штука. Просто не обхожусь без нее ни дня. Без этой штуки ни дня не могу жить. Просто всегда могу не красить ресницы, но подзавить. И это будет шикарно. Кстати, маленький советик. Если хотите, чтобы ресницы дольше держались пышными, завитыми вверх, подогрейте феном эту зелезячку. И подкрутите. Все будет шикарно. Затем у меня вот такая вот здесь кисть. Чаще всего я ее беру, как куда-то еду. Вот это для пудры, для румян. Вот. Такая вот кисточка. Затем подводка для глаз. Обычный карандаш подводка для глаз. Кстати, фирма Дива. Бюджетный вариант. 50 гривен был. Не знаю, как сейчас. Затем щипцы для бровей. Щипцы для ногтей тоже у меня здесь висят, чтобы всегда можно было раз и подправить ногти, если вдруг что. Потому что у меня не нарощенные, у меня свои вот сейчас. Поэтому за ними всегда нужно бережно и красиво ухаживать. И бывают разные случаи. Фосмажорные сломался. Там тушь от Эйвен Супершок. Вот такая вот, да. Затем вот щеточки для макияжа губ и теней. Такие обычные. Щеточка и расчесочка для бровей. Карандаш тени от Арифлейм. Вот, немного попользовалась. Если нет времени красиво что-то выводить, нанесла просто в тон и все. И такие вот две новые щетки я купила под тональную основу. Щетка и щетка для теней. Но тени у меня одни. Для смоки айс. На этом все, дорогие мои. Очень надеюсь, что моя косметичка была вам интересной. Вот, и в принципе очень горжусь, что я смогла найти именно свою любовь, свою косметичку. Потому что косметичка это как кошелек. У меня как-то невезение с этими штуками. Вот, сейчас тоже ищу идеальный свой кошелек. Пока что не могу найти. Но косметичку уже нашла. И с ней мне будет приятно и путешествовать, и просто ходить. И то есть, как я уже сказала, если с собой даже в сумку кинуть, будет удобно. Но я зачастую сейчас, в данное время, не ношу с собой. Но все-таки, если куда-то пойти, там, если понадобится, я возьму ее с собой с удовольствием. И мне не будет стыдно за свой выбор. Пока-пока, дорогие мои. Спасибо, что смотрите. Заходите на мой канал еще. Поддержите меня пальчиком вверх или комментарием. И подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Потому что один за другим они выходят каждый день. На этом все. Пока-пока. С вами была Вета. Продолжение следует...